Еще один храм Северной столицы начал полноценную богослужебную жизнь. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии великим чином осветил храм Иоанна Милостивого и возглавил в нем Божественную Литургию. Храм Иоанна Милостивого находится на рубеже обороны города. И сейчас он тоже на рубеже, только на рубеже духовной борьбы. Потому что в этом храме есть не только библиотека и воскресная школа для детей и взрослых. Здесь помогают и наркоманам, и алкоголикам. Здесь есть социальный центр, помощь сестер милосердия, которые заботятся о пожилых и больных людях. И более того, при храме будет приходской дом, в котором будет богодельная для жителей района. Храм назван в честь христианского святого 7 века патриарха Александрийского Иоанна, прозванного Милостивым за любовь к бедным. Он прославился постоянной заботой о нуждающихся. День, когда святителю не удавалось никому помочь, он считал потерянным. Освящение храма для православных по-настоящему вселенский праздник. И прихожане готовились к празднику и визиту митрополита с особым усердием. Храм является местом, где Господь особо являет свое присутствие. В нем человек может встретиться с Богом, ощутить его действия, благодать. В храме, как в Доме Божьем, церковная община во главе с епископом собирается для соборной молитвы, для совершения главного таинства Церкви – Евхаристии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любого и отца и причастия Святого Духа будет со всеми вами. Христа Богом дарит. По окончании литургии митрополит обратился к прихожанам с проповедью. Сегодня большое событие в приходе, потому что мы с вами осветили полным чином храм, куда будем приходить с вами для того, чтобы здесь получать исцеление своим душам. Мы здесь будем слушать Слово Божие, будем наслаждаться церковными песнопениями, которые будут возвращать нас Дух, создавать нам духовное настроение, чтобы мы возвращались домой уже с новыми силами и приступали к своими обязанностями, укрепленные благодатью Святого Духа. В своем архипастерском слове Владыка особое внимание уделил борьбе с бесами в нашей жизни. И единственной лечебницей должен быть храм. Наша задача, как Господь сказал, нужно обязательно стараться извергать из себя эту одержимость, эту гордыню, эту нераскаянность, эту уныние, эту леность. И тогда Господь придет и вселиться нас, поможет нам. Но нужно трудиться, неустанно трудиться до самой старости, до самой смерти, совершать подвиги, которые только возможны им. Поэтому благодарю вас, Валерия, за ваши труды, чтобы построить духовную больницу, куда были приходить немыщие, обремененные в грехах, будете искать, а будете принимать их исполнить, будете прощать им все, и будете наставлять их на добрую и святую жизнь. Храму были подарены Евангелие и на престольный крест. Настоятель храма поблагодарил Владыку за молитву и подарил ему икону Божьей Матери Милующая. Субтитры создавал DimaTorzok